О, блин! Что это? Всем хай, с вами Юджин, и добро пожаловать на ночное телевидение. Сейчас ночь, я записываю это видео ночью, и прямой эфир тоже будет ночной, а значит, много клубнички, друзья, будем ожидать с вами. Надеюсь. Или какая-нибудь хрень пропагандистская. Кстати, об этом. Кстати, об этом вы в прошлый раз голосовали. Итак, пропагандировать ли нам прогресс, или наоборот, антипропагандировать прогресс. И вы сами решили, мы будем идти против него. Дискредитировать его как только можем, поэтому продолжаем. День 15. Долгий вечер. Прикиньте так, здоровайтесь с человеком. Недобрый вечер, а долгий вечер. Ты понимаешь, блядь, я надолго здесь. Итак, вы приезжаете к театру заранее, и Сэм в своей лучшей одежде уже ждет вас внутри. Вы широко улыбаетесь, затем берете Сэм за руку и занимаете места в ложе. Вам такой отдых по душе. В понедельник вы нашли билеты на коврики перед дверью, и к ним была приложена записка от Крис. В ней было сказано, что скоро вы получите свой паспорт назад. Билеты были на пафосную оперу на языке, которым не владеете ни вы, ни Крис, и обычно вы на такое не ходите. Но наличие бесплатных напитков вас переубедило. Когда опера заканчивается, боже, сколько эти люди еще будут кланяться. Вы идете в очередь за куртками, и Сэм начинает изображать дирижера, смешно размахивая руками. О, знаете, когда после премьеры обычно так идешь в гардеробную, и все, и там куча людей. Пара перед вами обсуждает новость о том, что кто-то не смог заплатить новый налог, и был насильно куда-то переселен. Звучит ужасно. Вы вспоминаете о Крис, и Сэм благодарно вам улыбается. Как хорошо, что Крис в безопасности. Да, мы же тогда отдали ему свой паспорт. Когда вы возвращаетесь домой, то все еще шутите и смеетесь, и Сэм идет принять душ перед сном. Вы замечаете, что вашего 14-летнего сына нет дома, а на кухонном столе лежит записка. Она написана неразборчивым почерком, но из нее понятно, что ваш сын в гостях у другое думает, что сейчас будет шантаж. Типа, мы похитили сына, пропагандируйте прогресс. Завтра Чарли в школу, поэтому вы едете по адресу в записке и забираете сына домой. Вы доверяете Чарли, он скоро вернется. Завтра в школу, да, пошел нафиг, сыночек. К тому времени, как вы подъезжаете к дому Бена, друга Чарли, вы уже не на шутку злы. Я такой, да, я готовлюсь к тому, чтобы поругать. Когда Чарли вас замечает, он посылает вас подальше. Вы начинаете кричать друг на друга прямо перед семьей Бена. Боже, как неловко. Вы извиняетесь перед семьей Бена и отводите сына к машине. Во время поездки начинается дождь, вы едете молча. Едете молча, а единственный звук, нарушающий сердитую тишину, это звук дождя. Что это сейчас было, Чарли? Он вздыхает так, как будто ему не 14 лет, а все 40. Я хочу сам решать, что мне делать. Сам, без твоей помощи. И у него голос, как у 40-летнего. Ему нужно учиться себя вести. Вы сажаете его под домашний арест. Вы не хотите больше ссориться и внимательно его выслушиваете. Ну и за 14 лет, ты знаешь, сам решаешь, что мне делать. Нет, уж спасибо. Запомни, никогда не смей так себя вести со мной перед другими людьми. Ты не только меня ослушался, но и опозорил перед Беном и его семьей. Но я довольна. Ты все сказал. Я на месяц запрещаю тебе выходить из своей комнаты. Даже ради еды, это ради его блага. Он когда-нибудь это поймет. Хорошо. Как это будет влиять сейчас? День... Нифига себе тут фестфорвард. День 42. И вежливое напоминание. Стоп. А до этого какой был день? 42. Это из лоста число. Вы просматриваете накопившуюся почту. От вида новых счетов внутри у вас все сжимается. Вдруг яркий значок на одном из писем привлекает вашим вниманием. Он вам знаком. Это бирюзовый логотип прогресса. Вы выскрываете письмо. Уважаемая семья Уинстон. Мы второй раз убедительно просим вас сдать паспорта в ближайший центр государственных услуг, чтобы зарегистрироваться для участия в программе по перераспределению капитала. Для получения доли необходима регистрация. Регистрация невозможна без паспортов. Вы знали, что ваши действия будут последствиями. Но от этого не легче. Окей. Мы команда и верим, что в команде все должно делиться поровну. Вперед вместе. Джулия Селисбери и Питер Клентман. Это неправильный лозунг. Не должно все делиться поровну в команде. Должно делиться по справедливости. Вот сколько ты делаешь, вот столько ты должен получать. Потому что в команде некоторые могут и на печи лежать, ничего не делать. Правильно? Крис в безопасности. Вот что по-настоящему важно. Да, Витя? Да, мы не можем сдать паспорт, поскольку мы его отдали Криса. Итак, день 48. Скромное Рождество. Нет, это не число Лост, по-моему. Вы не можете скрыть улыбки, оглядывая комнату. За окном лежит снег. Деньги пытаются взорвать хлопушка, а ваша пожилая мама с трудом борется со сном. Рождество всегда было вашим любимым праздником. Вы сидите во главе стола, на месте папы. Кстати, забавно, я вот уже сколько, мы 5 минут играем, и до сих пор нету самого эфира. Прямо напротив вас пустой стул, вместо Крис. А сейчас Крис должно быть в какой-нибудь тропической стране. Отдыхает на пляже. Выловите взгляд Сэм, Сэм улыбается, наверное думает о том же. Даже без Крис в этом году еды с трудом хватает на всех. Но, кажется, никто этого не замечает. Рождество может быть волшебным праздником. Выглядывайте свою собравшуюся семью вместе. Тебе... Тебе все нравится, бабушка. Вы молчите. Вы произносите тост. Я произношу тост. Я ненавижу тосты произносить. Вы встаете и поднимаете бокал. Всех с Рождеством. Очень здорово, что мы все собрались вместе. Ну, почти все. Раздается звон бокалов, и все тихо поздравляют друг друга. Ваша дочь Сьюзи ловит момент и подходит к вам, чтобы пообщаться наедине. Ты же любишь меня, да? Вы вопросительно поднимаете бровь. Так. Сейчас что-то будет, да? Шутите вы. Ты же помнишь, мы с друзьями планируем поехать в путешествие в этом году. Начинает Сьюзи с невинным видом. Так вот ты можешь немного помочь деньгами? Вы смеетесь, вы хмуритесь. Я смеюсь хмуро. Предсказуемо. Оказывается, я умею читать мысли. Вы смеетесь, а ваша 19-летняя дочь закатывает глаза. Вам бы хотелось сказать да, но с тех пор, как к вам переехала жить мама, ну все не так просто. О какой сумме идет речь? Несколько сотен, бормочет Сьюзи, ковыряя вилкой и горошином. Вы с трудом удерживаетесь от того, чтобы не разлить глинтвей на стол и вашу прелестную, престарелую, престарелую маму, престарелую маму. Радость, я знаю, сумма крупная, говорит Сэм. Но билеты всегда дорогие, а это такая прекрасная возможность для нее. Мы же это уже обсуждали. Извини, но у нас просто нет таких денег. Да, нужно постараться, чтобы она поехала. Да, надо постараться, чтобы она поехала. Сьюзи улыбается до ушей. Правда, это так здорово? Правда, это так здорово? Спасибо, спасибо, спасибо. Настроение у всех просто прекрасное. Сэм надевает вам на голову можно шляпу, а Чарли начинает с удовольствием читать кошмарные анекдоты, выпавшие из хлопушки. Комната полна разговоров и смеха. Вы смотрите на свою семью и улыбаетесь, а ваша мама шепчет. Папа, был бы так рад. Вы утираете слезу салфеткой. Вы счастливы. Окей, хорошо. Все хорошо, я молодец, я счастлив. Господи, день 72, длинные выходные. Опять текстовый квест. Им надо баланс соблюдать. Почему молнии на этом чемодане никогда не застегиваются до конца? Сегодня у вас, Сэм, годовщина свадьбы. Каждый год вы уезжаете на выходные. Обычно отдохнуть где-нибудь на... природа. В деньгах вы не купаетесь. Вы давно ждали этой поездки. Наконец, вы побудете вдвоем, вдали от повседневной суеты. Никаких детей и работы. Только вы вдвоем тишина и покой. И кустарная любовь. Я открою, будет клубничка в этом эфире. Молния, наконец, застегивается, и вы тащите набитый чемодан вниз по лестнице. В коридоре вы замечаете, что на телефоне горит кнопка автоответчика. Добрый вечер, Алекс. Это мистер Боузман. Я звоню сообщить, что вам необходимо выйти на работу на этих выходных. Внутри у вас все обрывается. У нас появилась информация, что напряженность между нашей страной и некоторыми иностранными державами вот-вот достигнет критического уровня. Мы должны первыми обнародовать любые новости по этой теме. Так что команда вечерних новостей должна быть на чеку круглые сутки. Будем ждать вас завтра в 8 утра. Приятного вечера. Приятного мне вечера. Мать вашу. Удивление сменяется раздражением, а затем гневом. И что теперь сказать Сэм? Сэм спускается по лестнице, излучая счастье. Сэм целует вас, берет ключи от машины со стола и начинает загружать чемодан в багажник. Забудьте про сообщения. Вам нужны эти выходные. Извинитесь перед Сэм и объясните, что вы не можете не пойти на работу. Боузмана лучше не злить. Ой, не знаю, как в такой ситуации. Я ненавижу свою работу, очевидно, поэтому я забуду. Сообщение удалено. Что это было? Раздается голос Сэм. Так, ерунда. Отвечаете вы, надевая пальто. Вы чувствуете прилив адреналина. Приобняв Сэм, вы хлопаете входной дверью. Нужно постараться хорошенько отдохнуть в понедельник. Вам не поздоровится. Окей. Неприятное возвращение, 75-й день. Когда вы приходите на работу в понедельник, вымотанные коллеги кидают на вас осуждающие взгляды. На столе вас ждет записка. На ней безупречными красными буквами выделено. Я разочарован, Уинстон. Стоило ли оно того? Окей, ладно. Давайте мне эфир. Эфир. Ну ладно, уже столько времени прошло. Родительское разрешение. Окей, хорошо. В следующий квест. Текстовый. Ваш сын Чарли хватает вас за руку, пока вы читаете. Стремитесь ли вы к успеху? Являетесь ли вы активным членом команды? Вам нравится получать бонусы от сотрудничества? Присоединяйтесь к активистам прогресса уже сегодня. Вперед. Вместе. Это об этом молодежном клубе Чарли вам рассказывал. Чарли отбирает у вас листовку и впихивает в руки разрешение. Я буду ходить туда пешком после школы, а сестра Бена будет отвозить меня домой. Так что тебе даже не нужно будет ничего делать. Вы подписываете разрешение на то, чтобы ваш сын присоединился к активистам прогресса. Вот здесь, ребят, ваше решение вступает в силу. Вы отказываетесь подписывать разрешение для вашего сына. Ты не будешь активистом прогресса, маленький ты ушлепок. Извини, мне кажется, что тебе это не очень подойдет. Вы возвращаете разрешение сыну. Что? Вот так нечестно. Почему? Может быть, тебе кажется, что это нечестно, Чарли. Но ты все поймешь, когда подрастешь. Твой папа летсплейщик. И голосование зрителей показало, что ты не можешь, Чарли, ходить на собрание активистов прогресса. Выгодное партнерство. Вы возвращаетесь домой. После особо длинного рабочего дня и накат натыкаетесь на несколько стопок писем. Последнее время Сэм так раскладывает всю почту. Большая часть писем – это всякий мусор. Но письмо с ярким логотипом прогресса, на котором яркими красными буквами написано «Срочно ответить дебедлида» сразу же привлекает ваше внимание. Лучше не тянуть. Уважаемая семья Уинстон, сообщаем вам, что правящая партия прогресс предприняла очередной шаг на пути к обеспечению равенства. Мы национализировали все крупные частные компании и перераспределили их ресурсы среди граждан нашей великой страны. Программа партнерства гарантирует, что благо, созданные людьми, принадлежат только им. Вы не понимаете, что об этом говорилось в манифесте, окей. Каждая семья станет партнером двух из четырех организаций, выбранных прогрессом, за высокое качество производства и устойчивое финансовое положение. Учтите, прибыль зависит от общественного мнения. И не гарантированно. Пожалуйста, выберите две организации. Твою мать. Итак, компания ГЗ. Глаз смотрящего. Косметика, одежда, мода. Мы видим красоту во всех наших клиентах. Вот. ЗАО Товар НЛ. У Безумный НЛ всегда безумные скидки. Акционерная компания УСЛАДА. Ваши наслаждения, наша работа. Спорт, путешествия и не только. ОАО Риммингтон Свист. Мы вездесущие. Мировая компания с мировым именем. Хорошо, я даже не знаю. Хе-хе-хе. Все так заманчиво. Эм. Акционерка. Так, УСЛАДА. УСЛАДА, спорт, путешествия и не только. Ладно. Давайте выберем. Шоколадный глаз смотрящего. Пожалуйста, выберите вторую организацию. А, ну теперь можно УСЛАДА. Вообще пофиг. Честно, спасибо за ваш выбор. Пожалуйста, верните нам этот документ по почте. Используя приложенный конверт. Вы получите отчет о вашем партнерстве через 3-6 месяцев. Кажется, даже прогресс не может победить бюрократию. Окей. Партнерство – это будущее нашей страны. Вперед вместе. Джулия Селисбери и Питер Клем. Короче, блин, это такой обман всего. Но это так ужасно выглядит на самом деле. Такое лицемерие. Все мы равны, партнерство и так далее. Но правящие силы все равно будут выигрыши. Все равно они не будут ни с кем партнериться по-настоящему. Они будут все решать за вас. Вот как сейчас. Выберите партию. Из четырех. Насколько влиятельными вы можете стать? Сами они будут шоковать, а мы будем жить на общественное мнение. День 142. Загадочное знамение. Вы опускаете свою обязательную чашку кофе на стол. Внутренние часы постоянно сбиваются, когда работаешь по ночам. Вы садитесь яркие... Вы садитесь яркие, экраны бьют в глаза. И замечаете, что на вашей панели управления что-то лежит. Это листовка. Но на ней изображен какой-то символ. Ярко-оранжевые линии в форме кулака. Этот символ как будто вам знаком. Кажется, кто-то хочет что-то вам сказать. 153. Вот. Сейчас начнется эфир. Вот это да. Сама игра будет вынуждать нас идти против прогресса. Но ты понимаешь, что мы можем и идти у него на поводу. Да, это фишка такая. Тут будет много концовок, скорее всего. Сейчас прикол, что вот, я не знаю, шарите вы или нет. Итак, буря. 153 день. На западе очень активно преобладает сейчас вот это вот настроение. Левое настроение. Так, а, вы должны ответить, Сарен. Добрый вечер, Алекс. Добрый вечер, Алекс. Это Боусман, ваш начальник. Пока вы готовитесь, выбирайте рекламу. И подумаю, что должен вам сказать нам, блин, которое правительство снимает для телевидения. Его надо обязательно поставить. Вы можете самостоятельно выбрать, что ставить в два других перерыва. В этом плане я вам доверяю. А ролик прогресса желательно включить во второй перерыв. Но на этом все. Гладкого вам эфира. Всего доброго, боже. Ну и погода сегодня. Окей, хорошо. Прогресс, уход. Пошел в жжо. Безумный Нил будет. Топ, погодите. Ставься. Не ставится. Не став... Ребят, не ставится. Не ставится. Ты не... А прогресс? Ничего не ставится. Я не знаю. Блин. Стоп. Черт. 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 Черт, 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 черт. Все просрал. Просто сразу просрал. Я забыл про электричество. Попробуйте еще раз. Извините. Господи Иисусе. Ладно. Сейчас будет все нормально. Сейчас будет все хорошо. Итак. Прогресс. Причем, заметили, под конец я стал ставить кассету прогресса. В фото панике. Да, вы выбирайте ваше тюрьмо. Спасибо большое. О, вентилятор. Пусть будет. Никакого прогресса. Все. Я не слышу. До свидания. До свидания, сказал. До свидания. Ладно. Опа. Это что такое? Откуда это? Не знаю. Так, температура сегодня жаркая, да? Не думаю. Итак. Мы даже выбрать будем кого-то из них. О чем они болтают? Не говорят. Не пишут, о чем они говорят. Я не могу перевести вам. Так. Пять. Четыре. Три. Фу, я не ручу. Два. Один. В жопу прогресс. Ты в эфире, бич. Я Джереми Донсон. Какой добрый. Так. Вот это поставим. B. Нет. Надо было ставить на другом, скорее всего, да? Надо было ставить на другом, вот этом, хорошем банке. Не знаю. Давайте это поставим. Окей, хорошо. Ставим этого чувака снова. Наш корреспондент Робин Шорт лично блядал за этим. Блин. Окей, хорошо. Так, печально известный Джонни Хэмсвилл пробил новое дно в борьбе с алкогольной зависимостью. Как показывает недавнее фото, я буду стараться читать все таким. Джонни уже не так популярен, как раньше, а хорошо не получится читать. Ребят, я тупой. Знаете почему? Я сейчас слушаю все это и ничего не понимаю. Я могу ни одного слова нормально обработать в башке и не знать, что ставить. Так сложно записывать эту игру. Вы не представляете, как сложно записывать эту игру и думать. Как мне выключить этот звук? Я не могу, у меня просто деморализует вот этот вот второй звук. Так, хорошо. Известны своими решениями, смелыми, туннель через землю. Вот сейчас она вообще ничего не переводит. Хорошо, она хочет сделать туннель через землю, да? Мюбз. Типа, бюбз. Так, опа. Сейчас будет... Четыре, три, два... Правильно? Есть. Есть. Хорошо. Ву. Я смог. Нет. Нет, нет, двадцать пятый кадр Пошел наверх Тихо Сорян Упси-дупси А, чёрт Всё, есть Мистер Обнимашка Чё делает? Ой, простите, монтаж забыл А я же ставил мистер Обнимашку, да? В будущем мы сделаем лучше Робин? Что за мумия? О, нет Как мне можно, блин, следить за этим, когда я слежу вот за этим говном? Я всё пропускаю Сложно быть мной Да, есть маленькая щёлка Ха Ах, да, это будет фир. Сцентрирование с хуфом. Я был очень рад, что я разговаривала в моем доме и дала ему огромный hug. Он был очень жесток, как у нас, как у нас, когда он был в руке с дадим Поршем. И что сказал Мистер Снеглхуг? Он посмотрел его очки и сказал, что он был мой любимый друг. Но я точно надеюсь Мистер Снеглхуг был здесь, и она может быть, но она просто $89.99. Ах, да. И с его глазами, это 5. Тоже много глаз, Робин. И что это последнее, что ты помнишь, пока что тесно у тебя? Он посмотрел на меня, с его белым глазом, и ловил. Ловил, как он был. Это звучит очень травматичным. У тебя есть вновь? Нет, это достаточно. Ты, Тимид? Ты, Тимид? Окей, все. Хорошо. Что происходит? Ой, ой, ой. Я пропустил, пропустил, пропустил. Что там за жизнь происходит? Ой, простите, я пропустил, я запаниковал. Ой, мы близки были. Спасибо, Робин. Что это? Что это? Ой, опасность. Осталось 8 секунд, и нам нужно будет рекламу, да, ставить? Так, все. Проверьте простату. О, хорошая реклама. Ох. Ребята, так трудно, так трудно следить за всем, так трудно шарить. Смотрите, вот, увеличение простаты. У него увеличенная простата. Ладно, бывает такое. Ум. Ум. У меня постоянно. Ум. 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 Блин, я все пропускаю. 18 никто не хочет смотреть на чужие причиндалы в новостях. Боузман, конец связи. Окей, кто-то что там будет про причиндалы. Я все пропустил. Я нервничаю, блин, играю в эту сраную игру. Она какая-то сложная для меня. Смотри, чувак ностальгирует по своей простате. Она раньше была нормального размера, но сейчас она огромная. Я не знаю, что с этим делать. Но почему-то щекотно. Вообще не. Я советую каждому получить большую простату. Спасибо большое. Хорошая озвучка получилась. Так, стоп. 20 секунд. Блин. Я надеюсь, вы, ребята, успеваете что-то читать. Очень надеюсь, потому что я нет. Я в основном читаю все на монтаже. А пока вы смотрите, как я туплю. Это хорошо. Так, два, четыре, три. Кто? Кого? Блин. Смотрим на помехи. Помним, помним. Ах! Окей, давайте. Спортсборд. Че это такое? Че это за спорт? Я же должен монтировать, правильно, эту фигню? Ну и река должен, да. Смотрите, хоп. Вот судья, он такой. Я знаю, что надо делать здесь. Хорошо, восьмерочка пошла. Напряжение растет. Хорошо попал. Удар по реферим. Всем, ага. Всем пощечину. Что происходит? Что это они делают? Так, интересно, что это за мегаспорт. Что она сделала? Она куда-то кинула, какую-то хрень. Что это за дерьмо? Хорошо, мне нравится этот спорт. Популярный, наверное. Итак, кто следующий? Она через задницу кинула. А зачем мы это дерьмище смотрим? Простите. Так, хоп. Давай, давай, кидай, кидай. Я сейчас на третью переключу. Ой. Раз, два. Есть, попал. Она бесится, смотрите. Хоп. А это радуется. Или это плохо? Нет, подожди, она радуется. Она радуется, а он типа, да что за фигня происходит? Я вообще первый раз в этот спорт играю. Вижу его первый раз. Хорошо, не меняется местами. Так. Группа поддержки. Они опять вернулись на свои места. Начинается второй раунд. Кажется, кто-то... Что? Опа. Вот оно. Стоп, мы даже... Все, не показываем. Ее здесь нету. Блин. Все, все, мы пытаемся... Мы не должны показывать ее. Черт! Фу, мы что-то не просрали весь рейтинг. Короче, нам нельзя показывать ее. Обязательно нельзя. Все, она убежала. Окей. Семь минут! Семь минут мы будем этот сраный спорт смотреть. Хорошо, давай, бросок. Получилось у нее или нет? Непонятно. О, я чихнул. Что происходит? Почему они лежат? Как трупы. Как будто сейчас казнят. Не завидлив вам, но перед вами... Мастерство. Так, судья должен решить, кто из них круче лежит. Так. Есть, он победил. Я рад. Я болел за него. Я чувствовал, что он хорошо. Подожди, или нет? И теперь, кто побеждает в этом дерьме. Так, хорошо. Что происходит теперь? Опа, нет, нет, нет. О, хорошо, хорошо, все. Взяли, хороший кадр. И как будто бы даже нет его, да? Как будто бы даже нет... Ой. Как будто бы... Ой. Даже... Фух. Еле, 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 еле. Оп. Э, нет, никто. Вот, все, все. Зрители ничего не видят. Они не шарят. Все нормально. Я переключился вовремя. Все. Фух. Рейтинг, что, вверх, вниз? Куда? Хорошая поза у парня. Мне нравится. Это... О! И рейтинг пошел. Сразу видели? Ого. Это долго будет продолжаться? Так, судья свистнул. Ребят, у меня просто шок. Я не понимаю, что это за говно. Это так странно, что даже не смешно. Хорошо, она тоже кидает. Попала она или нет? А, пофигу. Я не увидел. Не успел. Ну, бывает такое. Но рейтинг... Рейтинг говорит, что людям понравилось. Так, давайте. Хорошо, попробуем. Раз. Два. Что за отстой? Да, вообще, как будто нам не надо попадать, да, получается? Не надо попадать в это ведро. Хорошо, она кидает теперь. Мне кажется, что я и не должен пытаться понять эту игру. Тут, наверное, фишка в том, чтобы потом посмотреть свой эфир. Мне кажется, что ни один человек не может совсем уследить здесь одновременно. Никто не бывает таким мультизадачным. Так, хорошо. Она попала в ведро. Ну, зачем она это сделала? Она дура, что ли? Ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Целые двое. И очень голые. Они супер голые. Оп. Переключились. Ой, каково? Судья. Хорошо. Так, теперь сейчас кого-то должны освободить. Первый, второй. Первый. Первый, хорошо. Есть. Зацензурил еще вдобавок. Молодец. Вот молодец, Евгений. Да, наверное, здесь прикол в том, что ты потом посмотришь, какой у тебя получился эфир. Что ты вставил, что ты не ставил. Такой небольшой рандомчик есть. Парень такой, позвонишь мне? Позвони мне. Да, красотка. Окей, хорошо. Спортсмены напряжены. Очень. Они готовились целый год к соревнованиям. Нельзя, чтобы они его пропустили. Нельзя, чтобы они пропустили эту возможность стать чемпионами мира по этой говноигре. Напоминает Чарди Макденнис из Филадельфии всегда солнечно. Согласитесь, да? Давай. Ты кидаешься. Что она будет делать сейчас? Ага, жаглирд, молодец. Хорош, неплохо, ну. Так, напряженный чел. Парень не ожидал. Такой, ладно, хорошо. Так, окей, сколько еще мячей осталось? Еще, прикиньте, еще две минуты, короче. Так, топ. Вот. Клиповый монтаж им понравился, да? Так. Так, этот чувак ударно комментирует. Он все это запомнил? Они-то все... Они-то все сразу поставили, эту сцену? Есть! Он просрал. Судья такой. Ага. Чайный пакетик в стакане, чайный пакетик в стакане. Парень просрал. Ну все, ну ничего не поделай так. Да, 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 да. Что, он наказывает свой мизинец. Как ты, а все видоват, мизинец. Так, кто? Кто винар? Он не плачет, нет, не может. Кто победил? Кто, блин, победит? Смотрите, рейтинг пошел как наверх. Так, давай, ведущий. И ведущий даже получил награду. О, блин. Что это? Что? 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 Как это? Как это? Что мне? О! Не делаем. Два-четыре секунды. Блин, 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 мы не можем нажимать сюда. Вот это я не ожидал. Вот это я не ожидал. Раз. Двенадцать секунд. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное не нажать что-нибудь, какой-нибудь дерьмич. Так, раз. Два. Есть. Черт. Так, давайте выключаем этот. Все. Не надо. Что за грузовик там? Все не бесятся. Окей. Окей. Это снова Бозман. Только что услышал от ребят из тех отслуживаний, что гроза может... Из-за грозы может произойти скачок напряжения. Посторожнее с оборудованием. Я знаю, что вы третий... Блин. Давайте не будем испытывать судьбу. Уверен, вы примете верное решение. Бозум, конец связи. А, короче, то, что я... Да. О, мы не можем в цензуре даже. Типа, третий раз нам нужно бы поставить нормальное что-то. Но я не поставлю прогресс. Нет, ребят, мы решили. Мы с вами все решили. Двадцать тридцать секунд. Ой, блин. Ну и блин, как же нам быть с этим? Ребят, очень тяжко в это играть. Все, все рассаживаемся. Опять эти двое. Окей, десять секунд. О, блин, мы это тоже не можем использовать. Да чтоб тебя... О, нет, 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 нет. Так, есть. Фух. Опа, не то нажал, простите. О, пожалуйста, это только Джулия и Питер. Мы не верим в титры, потому что это не выглядит очень... О, жесть, как это сложно. Прикольно, не придумали. Сначала я должен спросить, как вы чувствуете о граффити. Смотрите. Фух, благо, 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 благо. Благо мы внизу. Нет, нет, вы точно не должны быть виноваты. А можно ли предсказать, какой будет следующим элитаризоваться? Черт. Плохая погода. Есть. За цензурию. Там, не знаю, что здесь, крыша протекает. Хорошо, а эти, получается, хотят... Ой, блин. Все, в нормале. Как маньячка спрашивает. Смерть? И как же это? Быстрей, быстрей! Быстрей, 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 наверх, наверх, наверх. Вниз! 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 Питти. Блин. Я не могу это цензурить. Не могу. Простите. Мама, 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 мама! Так, хорошо. Пока справляемся. Черт, ничего не поделать. Ничего, блин, не поделать. Сволочь. Сволочь. Посмотрите на рейтинг. Посмотрите на рейтинг. Посмотрите на рейтинг. Поднимаем монтажом шикарным. Черт. 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 И наверх. Так. Ой, какая жесть. Мы так близки к поражению. Я вообще пропустил все, о чем они говорят. Да, будьте проклято. Так. Есть. О, ребят, посмотрите, как мы близки к поражению. О, есть. Есть. Тихо. Есть. О, блин. О, блин. Ой. Все. Вот хорошо. Вот хорошо. Блин, два отделения, ребят. Я очень не хочу просирать. Не хочу заново проходить. О, блин. О, блин. Прайм, 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 прайм. Пожалуйста,看 ваш язык. О, блин. О, блин. Пайм, прайм. Мы наносим выбору информационная филма сегодняшняя. Мы сказали вашим пилямы все, что они должны знать. Мы реально идем в макетистом. Это сложно, что ты еще не можешь быть в офисе здесь. О, Меган. Мы только начинаем. Так, Джерри, раз, два, три Пятнадцать Четырнадцать Осталась последняя кассета Которая будет не про прогресс, мать ваша Три Два Один Сволочь Поставил? Все Ой, жесть Меня ударило током, да? Продолжение следует А-а-а Это концовка Это конец, мы даже не увидим исход наших действий А-а-а Жалко, играющий не до конца допилено Окей, так скажу Я, ребят, искренне извиняюсь Возможно, это не самый удобный материал для летсплея Потому что я не могу концентрироваться на том, что там происходит на сюжете Я и так иногда часто бываю невнимательным Из-за того, что приходится болтать с вами И играть и думать о куче вещей одновременно Так вот здесь я совсем не понимал, что происходит Я был, знаете, как машина Там что-то трендят И я просто тык-тык-тык-клац-клац-клац И совсем вот вообще невозможно Нормально реагировать И вникать в ситуацию Я, не знаю Надеюсь, я не один такой Вот, но, по крайней мере, надеюсь, что вам было проще Будучи, не находясь в необходимости управлять геймплеем Вы просто смогли наблюдать и все И ничего мимо вас, короче, не прошло Я очень на это надеюсь В любом случае, сорян Если вдруг было неудобно Тем не менее Мы прошли эту игру на данном этапе И я думаю, мы с вами в нее поиграем еще Когда она выйдет Почему бы нет? Почему бы не пройти ее? Да, это будет другой тип летсплея, видимо Где я больше молчу И больше так А, а, вот это, вот это, вот это То есть просто на реакциях, скорее всего, будет построено Потому что, ну, вот так я чувствую игру В данный момент В данном восприятии моем Этой игры Однако интересно, что они здесь добавили Вот такой вот элемент, как молния Потом, возможно, будет сзади стоять огромная учительница С линейкой И она будет, или с указкой Она будет бить меня каждый раз по рукам Если вдруг неправильно нажму на какую-нибудь кнопку Или не поставлю нужную кассету рекламную И, кстати, вот Жалко, что не показали исход Вот мы выбрали Не то Не подчиниться И вот надо было, чтобы для затравочки Чтобы дальше захотелось играть И ждать продолжения игры Типа, чтобы зашел какой-нибудь такой дядя Джумен такой И такой Вы, мистер Фримен Стоп 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 Добрый вечер Вы знаете, кто мы Увидели наши знаки на стенах Мы Сопротивление И пришло время узнать правду А, ну ты не решила так, затравочка сделать В смысле, мне запрещено это говорить? Прогресс Вам Лжет Как мы поможем вам, если не знаем, кто вы? Кроме того, он радовал меня Был моим сторонником Моим другом Пожилые люди Не абуза Мама больше не хочет быть для нас абузой Теперь мы наконец-то можем создать семью Карта членства Это удостоверение личности Что бы вам ни говорили Мы получаем новости о О боже Миллионах смертей по всему континенту Прогресс заслуживает ли ваша жизнь? А чего вы поймите же Кое-что С едой что-то Не так Нет, хватит Хватит с меня этой чуши Что ж Нам больше не страшно Прикинь, что он снимает А там просто жопа вместо лица Вот это было бы неожиданно Привет, я Дэн Энди Стрёмный Я Джей Старик Я Алекс Настоящая жопа Они прочитали То, что я сказал В раннем доступе Именно ваша поддержка Потрясающе позволяет нам Творить для вас Ага Короче, окей Всё Это Ребята про игру свою говорят Чувак на пьюдипая похож Чем-то А этот на Молчаливого Боба А этот на меня Всё, эпизод первый закончен Нормально Нормально Было Я посмотрю этот летсплей На монтаже И пойму, что происходило А сейчас пока Я вообще не понял Ну ладно Был очень красивый вид спорта Придуман для этой игры По-настоящему интересно Ладно, ребят Огромное всем спасибо Что смотрели Я надеюсь, что вам понравилась Эта игра Понравилось это видео Ещё раз, опять же Сори, что Вот она Возможно, ляпистая Немного получилась Но как есть Как есть Как почувствовали Так и сделали Огромное всем спасибо Ещё раз Увидимся завтра С вами был Юджин И всем ЕПЯТЬ! Субтитры создавал DimaTorzok